Всем привет! Сегодня будет болталочка, девочки, сплетни нашего района, скажем так. Я шокирована тем, что я увидела, и хочется сказать, как же это развидеть, люди! Фух, да, да, вече мне удалось посмотреть два выпуска Ксении Анатольевны Собчак про Наташу Королёвой и Тарзана, кто не в курсе, короче. Ссылки оставлять не буду, если хотите, ищите сами в интернете, я распространять это не хочу, но видео, пожалуй, на эту тему высказаться очень сильно хочется. Жду ваших комментариев под видео, что вы вообще думаете, какая теория заговора, скажем так, вам больше по душе. Короче, кто что не понял, в конце сентября была история, что в сеть, скажем так, вылилось то, что Тарзана заменял своей жене Наташей Королёвой, и его пассия оказалась его любовницей на протяжении двух лет, она сразу же с какой-то, даже еще подругой не одна, она там с ним была, пошла в телевидение, она пусть говорят, короче, как всякие Шурыгина и все прочие, пытаться поднять себе славу какую-то, хайпануть, короче говоря, да, заработать на этом. Как это вообще история приключилась? Якобы, типа, моментная такая измена была, Тарзан привел домой к себе эту девицу, типа, он ее не знает, они, по его версии, опоили его наркотиками, охмурили, загипотизировали, все что угодно сделали, он же бедный, несчастный такой, напомню, Наташа, ей почти 50 лет. Вот, да, и, короче, типа, он бедный, несчастный, его заставили, но, когда они уходили из дома, они сперли у ювелирку, украшение, бриллианты на 5, вроде бы, миллионов рублей. Об этом узнала Наташа Королева потом о хищении, и пошла, короче, в полицию, написала заявление, и она его, когда его прижала, он сказал, да, я, типа, баб домой приводил. У девушек другая версия, что, мол, якобы они с Тарзаном, эта девушка встречалась вообще 2 года, потом она врала про свою беременность, всякие там, типа, на камеру тест на беременность делала, она пусть говорит, ну, это понятно, шоу как бы, да, это, скорее всего, всего этого, конечно, не было, на самом деле, просто для шоу, для подпитки, для того, чтобы бабули дома это все обязательно включили, там, первый канал, ну, это второй, да, я имею в виду федеральный канал, все смотрели с попкорном, замиранием сердца пару дней, короче, у них было, чем заняться. Короче, рейтинги, бабки, 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 в смысле деньги, не бабушки, ну, короче, ну, все, мне кажется, уже знают, слышали, много об этом истории было, даже когда была фейка вот эта программа, как она называется, это когда всяких привидений на ТНТ, битва экстрасенсов приходила к ним домой, там уже экстрасенсы говорили о том, что у нас дома другая баба есть, вам изменяют, а там Наташа нет, я сама это видела, я еще смотрела тогда битву экстрасенсов, я не знала, что это все огромное вранье, ну, короче, эта тема уже за этим семейством, да, дым давно идет, но то, что я видела, вот эту историю у Собчак, это просто трешак какой-то, я вот это слушала, это называется испанский стыд, когда ты это слушаешь, смотришь, и мне краснеют щеки, мне стыдно, и я думаю, что людям по 50 практически, там, округлять будем, да, по полтиннику, и чем они занимаются, что они говорят, вообще, кем они являются, лучше бы вообще, честно, это никуда не выносить, никакие интервью не давать, и вообще эту тему, как бы, какие теории существуют, заговоры, первое, что это спланированная вся акция, очень, кстати, возможно, чтобы, скажем так, заработать на этом, вернуть свою популярность, чтобы они говорили, такой трюк, пиар, короче говоря, имя созданное самими, и в этом есть, кстати, смысл какой-то, да, и очень, кстати, ну, просто они ничего такого не выпускают, супер, как они делают, альбомы там не записывают, чтобы вот такую пиар-компанию себе чёрную делать, такой огромный скандал планировать. Второе, что, к чему я, в принципе, склоняюсь, но он всегда изменял, просто, скажем так, у Наташи Королёвой такая отместка за два года измены, это именно этой, привязав, постоянной, скажем так, любовнице, и она, скажем, может быть, подставила, может быть, правда, были украдены украшения, она просто пошла демонстративно написала ментовку заяву на неё, чтобы проучить, короче говоря, скажем так, о дом своего отводить. Очень вот это по-бабски, скажем так, очень похоже на это. И просто так, как девочка поняла, что ей уже ничего не светит, и с Тарзаном закончились отношения, с него, скажем так, ничего не взять, не получить, она пошла на всякие, пусть говорят, она всё, допоследок, додавить, денег снять как-то с этого, да, сейчас даже платят за такие, истории за интервью, и как-то, короче, хоть как-то раскрутиться, попытаться. А версия Тарзана и Наташи Королёвой, в вышке 5G, блин, включайтесь, о том, что я просто ей изменил, но они целенаправленно две этих подруги его там опоили, наркотой накачали с целью ограбления. Это была ситуационная, типа, разовая акция, регулярно он с ней не спал, два года не изменял, так вот его подставили. Ну, каждый сам выбирает, во что верить здесь, что нет. Я, в принципе, обозначила, что я приверженна с историей того, что, скорее всего, два года он ей изменял на Наш Королёву, потому что я подставил, чтобы ещё от неё отвязаться. Но вот остается фактом измены. И меня лично, вот, там много чего, первое меня задевает, что мужику 50 лет он двух слов нормально связать не может. Он не может даже врать нормально. И по физиогномике по лицу и по поведению его эмоциональным реакциям мне было очевидно, что он врёт. Он даже, он волнуется, и он теряет слова. Посмотрите, он просто взрывает эмоции, он не может слова подобрать, и он боится оговориться. Поэтому у него изо рта просто какая-то каша непонятная. Всякие слова такие, иди в цепочку логическую предложениями, а пык, мык, э, ум, я, и вот. А, и такие слова, у людям по 50 лет словарный запрос просто никакой. У них у обоих, причём и у неё, и у него. С другой стороны, я рада тому, что очень много негативных комментариев в том плане, что люди порицают поведение вот этого культа, что типа изменять в семье это нормально. Вот что они несут, что меня больше задевает. Наше, слава богу, новое поколение сейчас, 30-25-летних, считаю, что да, изменять это ненормально. Мы, слава богу, это переживаем, меня это как психолога радует. Потому что они, вот что, от чего мне было лично противно, они такую идею толкают, это наша семья, типа, спим с кем захотим, наше дело. Ну вот какие плохие, она прям, там такие фразы в первом выпуске. Молодое поколение, они пытаются хайпануть, поить наркотиками, чтобы заработать денег и пойти потом, пусть говорят, всякие деньги на нас зарабатывать, на несчастных знаменитостях престарелых. Мне хочется сказать, алло, если бы твой муж ни с кем не спал, ни на кого не реагировал, то этого бы не было. Разве вина в этом молодом поколении, которое такое ушло и хочет на вас заработать? Проблема, короче, здесь вопрос поколений и возраста. Вот в чем прикол, да? Тут же у нее, как Собчак спрашивает, типа, вот у тебя муж изменил, а теперь вы в разных позициях. Ты ему, по сути, ну, если говорить так, кто-то может простить, если, скажем так, я тоже изменил, типа, один-один зачлось, она тут же, нет, я не буду изменять мужа. То есть, вы понимаете, да, что человек не приемлет в душе это. Ну, это просто, ладно, окей, чужая семья, скажем так, как чужая душа потемки, кто-то как-то, каждый живет так, как хочет, это их выбор, но просто выставлять это все публично на показ потом, да, это вышло, скажем так, но ты можешь это никак не комментировать. То есть, они свою парочку семейную, похождение своего мужика, как бедный, несчастный, его заставили. Это, во-первых, невозможно. Во-вторых, выставлять, скажем так, неизмены, факт плохой, то есть, я вообще считаю, по делам, даже если все так и было, твой муж теперь будет, блин, знать, как себя вести, скажем так, куда соваться, а куда нет, в какие места, чем заниматься можно, а чем нет. И вот эта аура, скажем так, публичности, она несет определенную, скажем так, тяжесть, а вас может жить весь мир узнать, что вы интересные личности, и вы популярные. Были бы вы простыми Вася, Зиной, соседнего потенциала, никто бы вам не интересовался. Это определенная ответственность. Так что, твой мужик должен был думать о этой ответственности, о последствиях, когда он это делал. Но там, судя по его поведению, вообще интервью его, что хоть у человека есть высшее образование, но книжки он явно не читает. Словарного запаса никакого. Выразить свои эмоции словесно он вообще вербально никак не может толком. И однозначно у человека какие-то психические проблемы в плане сексуальности, как он там про энергию, все вот это вот чесал Собчак. Я просто это слушала, и я... Это надо просто видеть. Я смотрела, думаю, да, чувак. У меня в голове просто сверчки такие... Это жескать. Я такого вообще не ожидала. Этот случай, когда чем говорить, лучше вообще молчать, ничего не говорить, не комментировать. Вообще на связь, короче, ни Алё, ни Улю, никуда не выходить. Самое интервью. Естественно, это постанова огромная, снятая с целью оправдания, заработать бабок, хайпануть на просмотрах и на всем прочем. Зная Собчак, с ней сталкиваясь в плане... Меня приглашали на съемки, когда про Яну Рудковскую, вот этот, слава богу, блогерский гнобеж ее был, меня как психолога приглашали, слава богу, у нас не срослось и не-не-не-не-нет. Я поняла, что в любом случае, даже как тебя хорошо выставляют у Собчака, кем ты там будешь и все такое прочее, героям, тебя вывернут наизнанку. То есть это тот человек, с которым там в Ютьюбе, в журналистике где-то сталкиваться вообще не надо, потому что это такая яма, помойка такая, честно скажу, подход вот этот ее любыми, скажем так, методами, самыми любыми грязными подставами и всем прочим, выудить то, что тебе нужно, докопаться до истины и там, короче, хайпануть бабок. В итоге ни слова хайпануть вообще не нравится, честно говоря. Короче говоря, свои цели преследуются, заработать бабок. Вот я сейчас, по сути, ничего не рассказала, но у меня так это вообще все внутри кипит, как это объяснить даже не знаю. Но это жесть. У меня просто, блин, шок. Само вот это интервью, как оно было поставлено, с чего я не договорила о чем. Там были затронуты самые интересные темы. Это логично, пропиарить песню Наташи Королевой, пропиарить там шоу Тарзана стриптизовые, которые никто уже не смотрит, никому не заходит, нафиг оно никому не надо. И, блин, прошлую жизнь и настоящую. И самое главное, что история, к чему все это подводят, что это какой-то вселенский заговор, они считают, что против них там первый канал настроился. Бред вообще полный. Я лично вижу это так, что они просто как-то мы были в инстаграме потуги, что у них бабок нет, потому что коронавирус, они там не танцуют, не поют, вступление нет, денег нет. Тарзан об этом, да, плакался. Это просто попытка заработать денег. Вот и все, честно, больше, ни больше, ни меньше, ни дать нельзя. Самое ужасное, что здесь была затронута тема у ее бабушки и конфликта российско-украинского, конфликта вот этого политического. Хотя, казалось бы, мы говорим, извините, вот как из протрахи твоего мужа обсуждает вся страна, и ты сейчас на это сидишь, обсуждаешь на протяжении двух, бать вашу, часов, там, или даже больше метраж, там, две-два выпуска огромных про это. И в конце слезы Наташи Королевой о том, как ее бабушка умерла, этот конфликт политический, как у нее была закрыта дорога в Украину ехать, какая она бедная ничь, пожалеете меня, не надо ругать. Я просто, и при этом человек говорит, я в Единой России состою, я за президента голосовала и пойду голосовать за Путина. Это все перечисляет и потом сидит плачется. Мы говорили сейчас про гениталии твоего мужа два часа. Причем тут политика и твоя бабушка. Я скажу, причем это ход, конечно, Собчак, чтобы эмоционально задеть все моменты, чтобы все бабки посмотрели, детки переобсудили, в комментарии побольше написали, чтобы просмотров это собрать, чтобы это на цитаты в массы полетело. Это жесть, конечно. Вот из всего, что последнее... У меня эмоционально так вот я, эмоционально-сострадательно реагировала на сестеруха Четырян, когда история была. Мне это задело очень. Помните, я снимала отдельное видео в начале года про доктора-онколога, который умер из Санкт-Петербурга, про этого историка, который отрубил руки. То есть какие-то криминалы, что-то такое, что с каждым из нас может произойти, какие-то такие душевно-сердечные проблемы. Но сейчас меня на эмоции просто вырывается долбанная Наташа Королева, с кем спит ее муж. Знаете почему? От абсурдности и грязи, которую сняли, рассказали, что, черт побери, людям по 50 лет. Что в их головах? Если честно, это, скажем так, попытка заработать, привлечь к себе просто внимание, создана искусственная ситуация. Или даже она была создана, но ее гиперболу, понимаете, приводит экстра, огромную, раздувает что-то из-за того, что даже какие-то измены, там у него пожилить миллион был, скорее всего. У меня просто вопрос, вам по 50 лет, у вас есть сын взрослый, у вас есть какое-то материальное состояние, вы там вон на Росройсе гоняете, если что. Опускаться до вот этого перебирания грязных трусов и политики в интервью, чтобы заработать бабок, это как низко нужно просто упасть? В плане, вам по 50 лет, блин, вам уже скоро на пенсию, я в том плане, что вы уже большую активную часть своей жизни прожили, и под конец своей части, окей, ее половина осталась, но все равно активную я имею в виду часть жизни, вы себя так позорите? Это мне было просто фу, противно, неприятно. Каждый имеет право спать, с кем он хочет, встречаться с кем он хочет, и жить в своих отношениях семейных, если партнерских, их это друг друга устраивает, прощать измены, это без проблем. Но выносить это на публику, и когда они говорят, это за нас уже вынесли, мы просто типа оправдываемся, но оправдываться я не буду, там каждое слово вообще противоречивает друг другу. У меня возникает просто такой вопрос, вы самодостаточные взрослые люди, у вас за спиной есть состояние финансовое, репутация, которую вы сейчас смешали просто с говном и с грязью, зачем вы это делаете? Ну это просто некрасиво, это низко, я младше вас гораздо, вы могли бы быть моими в принципе родителями, и мне, блин, вас в жизни учить и говорить, что это типа фул. Знаете, что мне из этой ситуации вообще по комментариям, по реакции в обществе нравится? То, что люди это видят фальшь, неприемлемо, ты говоришь, что так вести себя нельзя, тоже по сути, тоже что я сейчас сказала, опускаться до такого, мне очень нравится, что наше новое молодое поколение видит в этом фул. А поколение, которое старше, должно быть по сути опытными, учить нас чему-то, мудрости какой-то жизненной, их осуждают молодые за их поведение, такое публичное и некрасивое. Так что на войне все средства хороши, но не всегда эти средства оправданы. Иногда лучше промолчать, но не смешать себя с грязью и не опуститься до какого-то, короче говоря, как говорится, дно было пробито. Что вы думаете по этому поводу? Какие теории заговоров вам интересны? Какие, скажем так, подходят вам, правда или нет? Как вы думаете, причины этого поведения? Смотрели вы этот выпуск, как к нему относитесь? Жду ваших комментариев. Спасибо за внимание. Скоро увидимся. Всем пока.